окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зодия на аппарате модел билдер запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем собирать модели напоминаю что вы можете помочь каналу просто поставив лайк под видео а чтобы не пропустить новое видео не забудьте подписаться и нажать на колокольчик у нас сейчас новое письмо нам нужно прочитать его тогда мы уже будем что-то делать сейчас узнаем что же именно и так так а по поводу знакомства с джой что тут у нас получите награду но мы уже все получили так оно не уберется отсюда нужно значит не забыть что уже она у нас завершено срочная работа уважаемый моделист если у вас есть свободное время я бы с удовольствием воспользовался вашими услугами если же у вас нет свободного времени постарайтесь найти окошко для срочной работы хотите попасть на премьеру свеженького блокбастера и встретить настоящую звезду или получить билет на стадион в первый ряд только скажите но вот в чем дело видите ли у моего бизнес-партнера день рождения а у меня в отличие от него память дырявая я забыл так что прошу вас со всей возможной скоростью используя инструменты чтобы ускориться собрать и раскрасить модель подводной лодки не нужно ничего вычурного простые цвета и пара наклеек я пытался справиться сам ну поручил секретарша но у нас едва получилось склеить крупные детали а к покраске мы даже не приступали а вам наверное интересно почему именно подводная лодка это метафора символизирующая скрытно с майкла гарри по скриптом сделайте срочно не пожалеете я не шутил насчет селфи со звездой да ты что используйте инструмент базовое покрытие чтобы быстро нанести базовый цвет закончите модель с помощью доступных инструментов награды денежная награда 2 от 20 до 100 долларов опыт 100 очков вы оказали мне услугу и это бесценно заказ для юриста вот наша подводная лодка немецкая подводная лодка типа 7 c 41 подводные лодки такого типа использовались германским криксмарин с 1943 и до конца второй мировой это улучшенная версия модели с более высокой скоростью перемещения и погружения лодки такого типа опускались под воду на 20 метров меньше чем за 50 секунд в составе экипажа из 44 человека были четыре оператора торпедных аппаратов один на носу два по бокам один в кормовой части модели этого типа дожили до наших дней после войны они использовались в норвежской армии вот такая вот подлодочка будет ой сколько смотрите мелких деталек прям они же маленькие наверняка очень хрупкие так ну это мы значит закрепляем справа внизу давайте приступать нам нужны вот эти боковушки а1 и b2 так пускай нам показывает то что на текущей странице у нас берем вот эту так чуть-чуть повернем вот так и к ней теперь вот эту готова дальше так так а здесь почему-то не показываются не понял здесь два предмета просто как-то как-то и не показываются вот ну я не могу его взять его просто нет нет но это мне не надо сейчас и мне нужно что ж такое здесь двух предметов нет щелкните на предмет чтобы взять его да его здесь просто нету что-то в игре сломалась вот появилась странно что это было какой-то баг так это готово так это нам надо то нам надо вот это развернуть вот так и вот так вот и нам нужно поставить сюда е5 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 где у нас е5 где у нас е5 вот это е5 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 е6 в общем это оно так убивитесь фильтры это мы теперь убираем нам нужно е52 к нему прицепить е53 вот и е52 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 вот е53 это у нас пушка да а готова хорошо дальше е49 е59 так к ней нужно вот эту штуковину и нужно еще вот такую длинную пушку е50 вот она у нас а готова хорошо дальше е31 нам нужно вот это что ли оно да нет вроде е29 е30 е54 это имеется ввиду диапазон что здесь детали с е29 по е54 да но видимо это оно тогда вот так вот делаем вот сюда вот мы ставим е52 так а вот сюда вот эту пушку хорошо ну и теперь все это на подлодку собственно прицепить так только что как-то было прицепилась ну ну только что ж было вот есть и готова то есть подлодку мы в принципе собрали теперь нужно ее разукрашивать причем с помощью нового инструмента инструмент базовое покрытие базовое покрытие базовое покрытие этот инструмент наносит базовую цветовую схему на всю модель ага то есть чтобы мы сами не морочились да имеется ввиду все а вот это вот не надо боковушки и так далее а ну видимо нет ну ладно окей тогда дальше так теперь мы уже сами должны нанести часть краски кисть инструмент для раскрашивания с кистями разных размеров да мы уже пользовались кистью нам нужно получается что нам нужно вот как раз вот это все покрасить да я правильно понял подождите но цвет то тут синий сейчас стоит а ну ка ну может вот эту полосу имеется ввиду но она уже покрашена вот если честно не очень я понимаю что сейчас от нас нужно ну вот полоса типа я покрасил да она ведь уже была покрашена предыдущим инструментом ну ладно нам засчитали допустим ну с другой стороны то же самое получается все мы покрасили ладно допустим дальше наклеечки так вот такую вот наклеечку нужно на нос подождите а с другой стороны тоже нужно да да и туда и туда так только как то нужно теперь это все выровнять она будет она будет где-то вот примерно вот вот так вот здесь так и с другой стороны где-то примерно вот так вот вот нам нужно теперь вот такую вот штуковину только давайте посмотрим поближе она у нас будет вот так вот расположена примерно запоминаем где-то вот вот тут примерно она расположена как раз так так и с другой стороны тоже не с другой стороны другая уже наклейка так примерно понял где примерно вот тут вот вот так по центру пускай будет красиво вот так хорошо а дальше а это уже показывает нам полностью весь вид готовый да ну да сто процентов все мы закончили так получилось он довольно быстро ну и кстати вообще идеально прям вот прям вот вообще идеально так мы можем кстати еще пока мы не отдали мы можем сделать для себя красивую фотографию вот например вот так вот ну отлично так ну нам же по идее нужно теперь это отправить обратно или она уже автоматически отправилась давайте посмотрим так собрать великолепно получили мы новое письмо от Дэниела Эйвера чтобы снять лучший фильм нужны лучшие декорации дорогие моделисты я голливудский режиссер и я собираюсь снять самый грандиозный постапокалиптический фильм в стиле стимпанк но для этого мне нужна ваша помощь ключевой момент фильма это сцена в которой танк воркрауллер с главным героем внутри выдерживает град вражеского огня я хочу предложить небольшой конкурс тот кто сделает самую лучшую модель стимпанкового постапокалиптического транспорта удостоится чести делать декорации для моего фильма разве это не чудесно поторопитесь время не ждет искренне ваш Дэниел Эйвер и так цели соберите и раскрасьте модель C64 воркрауллер используйте все доступные техники и инструменты чтобы добиться наилучшего результата награды за первое место 200 за второе 160 за третье 121 без места 80 опыт 250 Голливуд узнает о вас да вы что ну давайте приступим так а подлодку мы получается отправили да она у нас нигде теперь да ее у нас больше нигде в итоге нет ладно приступаем к следующей задаче так открой стоп откройте магазин а ну да нам нужно еще получается эту модель купить перед тем как ее собирать вот оно что хорошо магазин откройте вкладку улучшений купите улучшение литникорезов фотооборудование фоновый фильтр радиальное размытие да не надо нам улучшение для кусачек да по-моему и так мы ножиком прекрасно справлялись вообще без проблем ну ладно так уж и быть купим кусачки если без этого никак нельзя получено достижение бустер а вот теперь мы можем начинать да я думал нам нужно купить эту модель перед тем как ее собирать а то где мы ее по сути взяли то Голливуд зовет конкурс ух ты я думал это именно как бы танк будет а у нас тут прямо нечто ого-го ладно ай забыл прочитать ну да ладно уже поздно а вот такая вот будет моделька интересно но по крайней мере ее довольно просто будет красить она практически вся одного цвета здесь немножко другой цвет и здесь ничего не нужно будет по идее кисточкой рисовать я надеюсь так ну берем сначала литник будем его вырезать как это делать я забыл ага так вырезаете детали кусачками сказано да зачем мне кусачками мне и так нормально я кусачки купил только для того чтобы мне позволили дальше продолжить вот в этом вот нет ничего сложного зачем нам еще кусачки и без кусачек смотрите раз провели и отрезали зачем они надо тут тонюсенькая вот такая вот пластмассочка по моему даже вот таким вот скальпелем намного аккуратнее выйдет чем кусачками скальпель у нас очень острый тем более такой тоненький то есть его можно прям пропихнуть куда нужно так есть все мы повырезали соберите всю модель хорошо давайте будем собирать итак нам нужно а1 к нему а2 к нему а3 что в принципе логично так а1 вот это вот у нас а2 а3 есть а2 где вот а2 а2 возьмись так теперь вот эту бандурину здоровенную великолепно это покраска готово дальше вот это вот эти все мелочи вот эти все мелочи и по центру вот это вот вот такая покраска меня устраивает да мне не нравится рисовать кисточкой здесь потому что это ну очень прям очень очень монотонно прям чересчур монотонно ну то есть рисовать как бы не так интересно как собирать когда ты собираешь ты видишь как у тебя прям из ничего из кучки деталек получается интересная моделька это классно так что мы должны теперь сделать получается подождите это это что мы делаем мы вообще все должны получается обработать вот такой вот кистью или как так ну размер размер вроде стоит максимальный но опять таки изменить его мне не дают кроющую способность давайте по максимуму чтобы было быстрее ага смотрите оно как бы такую потертость что ли создает ну то есть состаривание эффект состаривания то есть я так понимаю нужно это использовать именно на вот таких вот выступающих всяких детальках вот так сначала на верхней этой штуковине уже сделаем а потом уже будем на тех которые снизу так просто удобнее будет и и и и и Так. Так, в принципе, нам уже засчитали, но давайте уже доделаем это. Уже не так сложно, как кисточкой там что-то вырисовывать, ну в смысле точно там закрашивать. Здесь мы просто проводим вот так и все. И создается такой эффект, как будто этим уже давно пользовались, что это не что-то новое, только вот сошло с конвейера. Но уже прям в бою побывало, хотя ему бы еще царапин, потертостей как-то вот на корпусе понасоздавать. Чтобы было видно, что это техника, которая уже прям в бою в настоящем побывала. Так. Вот тут тоже. Вот, смотрите, уже как получилось. Намного лучше действительно выглядит. Намного, я бы так сказал, правдоподобнее. Вот, хорошо. Дальше. Наклейки. Так, давайте вот сюда прицепим. Ага, я понял, что это вот сюда вот это. Так, давайте немножко приблизим, чтобы точно наклеить фонарик. Есть. А дальше. Это на вот такие вот, на дырки, на вот эти, типа сеточку. Нужно аккуратненько. Прямо вот. Так. Так. А, все, кажется, да? Больше нету? Так, нет. Ну, это не то уже. Вот, еще есть топ. Так. И тут тоже есть. Так. Так. Ну, вот теперь, кажется, уже все. Давайте вот так провернем по кругу. Так, так, так. Есть, есть, есть. Да, все. Это мы сделали. Так, стоп, подождите. А вот эти наклеечки? Фонарик. Он был только вот тут. С другой стороны такой штуковины нету. Она одна, то есть, да? А, да, она одна. Все, понял. Тогда без проблем. Так, еще наклеечки. Но это я уже тоже сделал. Ага. Я-то думал, что здесь как бы все посвящено наклейкам. Но здесь показано только с одной стороны, вот. С одного ракурса. С другого ракурса. Я уже сам это, получается, только что сделал. Переходим к пушке. Это у нас деталь А6. А8, А4. Вот А6. Так, вот это надо убрать. Сейчас мы с пушкой работаем. Так, это у нас сюда. Это у нас сюда. Это готово. Дальше. Ну, а здесь понятно. То же самое. Эффект потертости и все такое. Вот так вот, в принципе, везде прям нужно пройти. Вот так вот. Продолжение следует... Вот так вот. Да, действительно, смотрите, как оно прям улучшает вид. Детализирует. Отлично. Вот прям отлично. И оно не должно быть прямо одинаковым, равномерным и так далее. Потому что... Ну как оно может быть равномерным? Наоборот, оно должно быть случайным образом. Чтобы было как-то реалистичнее. Отлично. Это мы сделали. Дальше. Наклеечки. Это вот сюда получается. Сейчас мы вот так приблизим. Так. Так. Хорошо. Дальше. Так, это уже другая деталь. Это у нас уже А7. А7 вот. Для начала красим. Так. Так, аэрокистью. Вот это вот и вот это вот нужно обработать. А зачем мы его красили, если теперь кистью мы вот этой аэрокистью будем закрашивать его? А для чего? Зачем мы тогда вообще это красили только что? Чтобы потом опять закрасить. А3. Это уже как-то делается. А4. 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 А6. А4. 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 почему было тогда перед этим сразу в нужный цвет не покрасить или мы сейчас будем после этого еще какой-то кисточкой скажем так взаимодействовать и чтобы проступил предыдущий цвет как бы сквозь вот этот то есть может быть для этого нужно именно два цвета вот этого момента я как бы не знаю возможно это работает именно так но это аэрокист она медленно очень красит ей бы напор усилить в несколько раз тогда было другое дело так она еле-еле красит нужно медленно вести чтоб закрасила прям полностью всю площадь так все хватит так а вот это уже другим цветом да да почему такой размер маленький вы что в быстрее было это мы по сути делаем его матовым ну вроде как нормально все так а теперь они здесь нужно как раскроющая способность маленькая и пройтись вот так вот вот такой вот эффект сделать как бы как бы назвать даже не знаю но но тоже выглядят те ребра вот так вот нет у меня не очень красиво это получилось если честно на рисунке намного красивее здесь я даже и не поспорю но это лучше было бы сделать наверно сухой кистью как то вот как мы делали на камнях мне кажется было бы больше похоже на вот это вот потому что у меня как то получается ну совсем не то что-то у меня получилось как то не так так это мы а вот это вот как раз то что я имел ввиду вот детализация детализация вот вот этим вот здесь вот как раз таки сделать вот смотрите вот смотрите вот прям как получилось бы красиво вот видите вот от этой кисти намного красивее чем то что мы делали аэрокистью действительно так но я уверен вот это тоже нужно выделить все все выступающие части по идее так и вот эти выделим и вот эти выделим вот так вот это тоже думаю нужно любой рельеф нужно подчеркнуть так здесь бы тоже сделал вот так вот во вот так вот прямо вот как можно красиво сделать другое же дело совсем другое дело тут аэрокисть вообще как то ни о чем вот так то лучше так вот это вот от наклейка здесь наклейка будет то типа фара такая ли камера может какая-то глазок какой-то вот так хорошо так это мы убираем деталь а 8 нам нужно а 8 а 8 вот у нас а 8 так как тебя примерно вот так вот повернуть а ну пока что покраска так это готово так это покрасилась это готово да дальше то уже другая деталь эту мы значит убираем в хранилище так а берем мы а 3 а к ней уже будем цеплять все остальное так а 3 у нас уже как раз деталь которую мы собирали тут так так мы к ней цепляем сейчас а 6 вот эту пушку так потом сзади а вот сюда возможно вставляется как раз а 8 да отлично так а сюда вставляется а 7 вот это вот ух ты слушайте а реально красиво получается благодаря вот этой кисти которая рельеф выделяет прям очень красиво ну вот здесь конечно мне не нравится но потому что заставили использовать аэрокисть не знаю зачем если бы без нее было бы 150 раз красивее так а здесь мы значит собрали замечательно это что берем вот это так ну это нам просто покрасить потом возможно тоже рельефа добавить нет это уж другое то у нас уже опять так 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 а их две 2x показывает то есть их две так берем это тоже у нас опять то же самое с ней нужно сделать готово берем теперь всю нашу вот эту конструкцию с 1 по 7 вот так вот да и теперь цепляем все вот это так вот это у нас вот тут ставим вот дальше вот это вот тут деталь оказывается очень маленькая я прям не представляю в реальности насколько аккуратно нужно красить вот такую вот малюсенькую деталь я признаюсь честно я бы даже не пытался я не смог бы я вот это вот покрасить не смог бы у меня бы в краске был бы и стол и я и все вокруг и вся комната это просто гарантия так это мы можем убрать в хранилище четыре вот таких вот штуковины вот у нас они все и есть да ну давайте по порядку значит берем так так это тоже и вот это тоже этим цветом дальше вот этим цветом только шестереночки раз два так а вот этим цветом вот эта штуковина так в итоге все покрашено да все стоп нет вот шестеренка еще она у нас вот этим цветом да ее здесь не видно она скажем так скрыта понял хорошо так эту в хранилище берем следующую то же самое так хранилище следующее это его получается лапы на которых он там ходит стоп а здесь две шестеренки но вот эта шестеренка эта часть вот этой штуковины она отдельно не красится да вот так ладно так эту тоже убираем еще одну нам нужно покрасить так все готово это мы сделали так а ну вот это же я уже сделал тоже сам догадался что эту шестеренку тоже нужно покрасить хорошо теперь так это кисть которая рельеф добавляет да на шестеренках и на вот этой чтобы это вообще не было ступня как бы почему она такая полукруглая так а вот здесь нужно изнутри я на всякий случай тоже сделаю хотя изнутри наверное не будет видно абсолютно но все равно на всякий пожарный уже чтобы прям качественно было так это мы сделаем а нужно ли нет вот здесь вот странно почему не нужно странно странно почему вот здесь вот не нужно нигде ну ладно так берем следующую повторяем вот так вот есть а следующая следующая у следую 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 Я бы еще и вот здесь Прошелся бы для красоты Но я просто не знаю Если допустим сам я по своей инициативе Сейчас вот это вот сделаю Что-то сделаю по другому То как на это отреагирует игра Возможно мне потом скажут что ты сделал не то что надо Как бы рейтинг заберут И так далее Просто сказано сделать вот это Так ладно Хранилище и Так вот четвертое В игре есть режим песочницы Я так понимаю там можно уже в свое удовольствие Брать какую-то модель И делать с ней что захотим Красить как захотим То есть украшать как захотим Какие захотим кисти использовать Наклейки может быть Но мы сейчас как бы в режиме кампании У нас идет Сюжетная линия Вот Вот так это мы сделали Великолепно Дальше Так теперь мы эти ноги должны присоединить К вот этой вот бандурине К этой башне Скажем так Так как бы тебя выровнять Да не так Не так Так давай вот Так как они цепляются Куда они вообще должны Вот так они просто приклеиваются Не втыкаются Никуда Ничего Просто вот Наклей Ну я думал как бы Воткнуться куда-то должны По идее Ну чтобы крепче держались А не просто приклеить Ну да ладно Так это мы сделали Что получается мы завершили Да А ну-ка Вот показывают нам со всех сторон Да Получается что мы завершили Ух ты Ух ты Ух ты Ну завершаем 100% как бы Само собой завершаем Идеально И сборка И окрашивание Все идеально Да вы что Я еще хочу отдельную Сделать фотографию Так как-то Чтобы прям было красиво Так тебе можно как-то Вверх-вниз Влево-вправо можно А вот вверх-вниз Почему-то нельзя Вот это Это не так работает А вот можно Другими кнопками Да Вот именно Так Повернись как-то Да Чтоб ты был здоров Вот Тут сложно Позиционирование Здесь как-то сделано Не очень хорошо Здесь вообще еще можно Я смотрю Вот с освещением Там и так далее Поиграться Сделать ярче Там Не ярче Направление какое-то Убрать Изменить Чтоб было лучше видно Вот например Как-то вот так Вот сделать можно Почему бы и нет Ну вот допустим Как-то Как-то например Так Здесь есть много Картинок Я поклацал уже Некоторые картинки Я сам добавил На всякий случай Чтоб допустим Вдруг понадобится Сделать Чтоб на белом фоне Например И так далее Они просто Закидываются в папку Специальную И все Так Активных задач нет Получите новую Подождите новую Нам нужно отправить Вот эти вот Мы же их отправляем Или мы их ставим Куда-то на стенд Ну по идее Можно наверное поставить Но нам ведь нужно Отправить на конкурс Тогда Зачем нам ставить Так Стоп Стоп Вот это оно Второе место у меня Почему второе место К сожалению Мы выбрали Другого Участника Но ваша модель Запомнилась нам Ждите новых Предложений В будущем 99,9 Да нет Это видимо специально Так сделано Почему Да 99,9 У нас же все идеально Прям было Вот просто идеально Ладно У нас тут новое сообщение Появилось Подождите Так а модель Вот эта Получается Мы ее оставили себе Я могу ее поставить Куда-то Куда-нибудь Там вот сюда Например Вот так Да На самом деле Она такая маленькая Ее тут и не видно Практически На этом стенде И бы можно было Тут 20 штук Наставить На самом деле Ну да ладно Ребята В любом случае Здесь мы с вами Уже на сегодня Прервемся Собрали мы Две интересные Модельки Причем Если честно Наверное Даже подлодка Как-то интереснее Просто потому Что ну это же Подлодка А тут какой-то Такой шагающий Робот Подлодка Она всегда Интересна Спасибо вам большое За просмотр Не забывайте Подписываться На канал И ставить Пальцы вверх Также вы можете Помочь каналу Рублем По ссылке В описании А как обычно С вами был Зоди Удачи друзья Встретимся В следующей серии Пока-пока